Визит президента Ильхама Алиева в Брюссель, встреча с президентом Совета Европейского Союза Шарлием Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном и итоги трехсторонней встречи можно считать очередным дипломатическим успехом Азербайджана. Заявление президента Совета Европейского Союза Шарлием Мишеля 31 августа по итогам трехсторонней встречи в Брюсселе еще раз свидетельствует о том, что новые реалии, возникшие после победы Азербайджана в Отечественной войне, были приняты мировым сообществом. Однако неконструктивные выступления и заявления армянских властей после возвращения в Ереван показали, что руководство этой страны все еще намерено продолжать деятельность, направленную на срыв мирного процесса. Все это указывает на то, что военно-политическое руководство Армении все еще не может демонстрировать политическую волю. Армения продолжает выступать с агрессивной риторикой, продолжает обманывать свое общество. С одной стороны, они заявляют о готовности подписать мирное соглашение. С другой, они пытаются угодить тем, кто не желает мира. Армения, которая всегда занимала неконструктивную позицию, не может понять, что эта четвертая по счету встреча, состоявшаяся в Брюсселе, имеет исключительно важное значение для стабильности, безопасности и развития на Южном Кавказе. Затягивая процесс подписания мирного соглашения, Армения рискует вновь остаться в стороне от крупных региональных проектов, что, в свою очередь, усугубит и без того тяжелую внутриполитическую ситуацию в стране. Единственный верный выход для Еревана – прекращение провокаций и подписание мирного соглашения с Азербайджаном. Власти Азербайджана повышают свои возможности влияния. Это реальность. Причина этого, на мой взгляд, заключается в том, что проживающие в Карабахе армяне отчетливо видят, что власти Армении не способны решить их проблемы. Ни безопасности, ни экономические, ни финансовые, ни другие. Не способны решить никакие проблемы. Напротив, они увидели, что власть Азербайджана относится к ним как к своим гражданам. Я говорил об этом, это не новость. Армяне, проживающие в Карабахе – наши граждане. Чем раньше они поймут это, и данный процесс уже начинается, тем лучше будет для всех нас. Еще один важный результат встречи связан с делимитацией и демаркацией границ. На встрече были рассмотрены вопросы, касающиеся делимитации границ, а также согласовано проведение следующего заседания пограничной комиссии в Брюсселе в ноябре. Эти переговоры показали, что Армению принуждают к миру. Вполне вероятно, что на следующей встрече будет проведена работа над текстом мирного договора. Однако в Армении есть силы, которые хотят, чтобы этот процесс затягивался. Есть силы, которые занимаются саботажем. Да, сегодня реваншистские силы, которые выступают против подписания мира с Азербайджаном, как в свое время это делал премьер-министр Армении Никол Пашинян, заявляя на весь мир о том, что Карабах — это Армения, должны понять, что будущее их страны зависит от подписания всеобъемлющего мирного договора. В противном случае, если железный кулак снова поднимется, то его уже никто не остановит. Ровшан Ильясов, Сейрач Азадоглу, Новости АС-ТВ.